Всем привет друзья, сегодня сделаю обзор видеорегистратор зеркала D60 Android Коробка немного помята, но ничего. Видеорегистратор 12 дюйм, вход для gps, вход для sim карты, SD карты, вход для задней камеры и питание. Камера как обычно регулируется, резинки крепления, кнопка сброса. Снизу два микрофона, наверное стерео, кнопка выключения экрана и видеорегистратора. Динамик и больше нечего показать. Вот это зеркало, вот размер. Давайте дальше. Здесь есть камера заднего вида. Вот камера, это подключается к видеорегистратору, а вот этот провод красный подключается к плюсу задним фонарям. Картридер, gps, карточку можете купить отдельно. 64 гигабайт, можно и саморезом прикрепить, можно и на самоклеющей ленте. Инструкция на английском и питание. Это необычное питание, то есть от прикуривателя. Это называется Hardware Kit или что-то в этом роде. 12 вольт, она выходит 3 ампер 5 вольт, написано на китайском. Значит как вы подключаете это? Здесь уже есть предохранители два. Черный минус, красный постоянный плюс. А желтый подключается к замок зажигания. То есть когда вы открываете замок зажигания, подается питание и видеорегистратор включается. Это сделано для того, чтобы работал режим парковки без батареи. То есть когда будет удар на ваш автомобиль, видеорегистратор включается и идет запись 30 секундный. Для этого нужен постоянный плюс. И главный плюс, что вы не используете прикуриватель. Ставим SD карту. Вот так. Допустим это наша батарея автомобиля. Подключаем минус сюда. Постоянный плюс сюда. А это допустим заводим двигатель. Сейчас. Как это сделать? Вот. Включился. Снимем пленку. Также подключили GPS. Сим карту не буду ставить. Мне это не интересно. Видеорегистратор 2020 года. Есть Wi-Fi. Поддерживает сим карту 4G. Снимает Full HD задняя и передняя камера. Есть система по ADAS. И много чего там есть. Навороченный видеорегистратор. Поставим на место. Вот с этой стороны столько есть. Полностью закрывает оригинальное зеркало. Сверху не мешает. Сзади все видно. Вот. Включился. Сверху подключил. И камеру и GPS. Сверху подключил. Сверху подключил. Сверху подключил. Сверху подключил. Вот передняя камера. Друзья, давайте покажу что здесь есть. Это как обычный Android. Как любой другой телефон. Либо планшет. Давайте поначалу. Это навигация. Можно сделать большой экран. Можно посмотреть здесь часы. Видео YouTube. Навигация и камеру. Это все можно настроить. Также можно настроить вот. Камеру. Вот так. Нормально. Здесь мне надо войти в аккаунт. Не буду этого делать. Просто покажу что GPS работает. Я уже подключил Wi-Fi. Вот. 12 спутников уже ловил. И Wi-Fi работает. Также работает FM передатчик. Навигация работает. Вы можете как в любом другом Android. Установить свою навигационную программу. Либо там Navitel. Мапс или что-то. Это нам пока не надо. Это видеорегистратор. Микрофон. Выключить, включить. Фото. Защита от перезаписи. Как обычно. Нажимаете и запись начинается. Вот идет запись. Скорость здесь показывает. Также показывает координаты. Настройки. Давайте посмотрим настройки. Запись. Можно форматировать карту. Запись. Одна минута. Средний. Адас. Можно ставить средний. Високий либо низкий. Также можно форматировать карту. ФМ передатчик. Это для чего надо. Для того чтобы звук отсюда. Передать на оригинальную систему автомобиля. Например я здесь ставлю 103 МГц. На ФМ. Здесь тоже сейчас на моем автомобиле. На заводском. Вот. На радио ставлю 103 МГц. И давайте включу YouTube. Вот YouTube. Вот это музыка. Я уже как сказал. Wi-Fi подключили. Звук идет из вот отсюда. Давайте я могу менять. Это я сделал громче. Поэтому много шумов. Вот так если держим. Шумов нет. Послушайте. Любой трансмиттер. Вот так. Шумит. Так. Это понятно. То есть передают любой звук. Из YouTube. Если слушаете музыку. Либо работает навигация. Любой звук передают на автомобиль. На заводскую аудиосистему. Это понятно. Видео это записанное видео. Который видеорегистратор уже записал. Можно здесь вырезать. Можно удалить. Можно нажать на защиту от перезаписи. Это видео защита от перезаписи. А это фото. Идем назад. Дальше. Это файлы как браузер. Что есть на SD-карте. Или как обычный телефон. Идем назад. Здесь есть. Настройки YouTube. Google Play. Видео. GPS. Тест. Вот 10 спутников. Работает. Карта. Как я уже сказал. Установить любую программу. Навигативную. Bluetooth. Музыка. И так далее. YouTube работает и в маленьком экране. И в полноэкранном режиме. Настройки. Обычные настройки телефона. Паркинг монитор. Давайте просто покажу. Языки здесь есть. Добавим языки. Здесь есть много, много, много. Также есть русский. Назад. Можно настроить время. Обновить систему. Android 8.1. 32 гигабайт внутренней памяти. И 2 гигабайт оперативной памяти. Здесь настройки 4G. Сим-карта я не ставлю. Так вот работает задняя камера. Если мы делаем ТАП, то передняя камера работает. Можем включить большой экран. Вот так. Работает передняя камера. Работает задняя камера. Например, вы ставите заднюю передачу. Включается уже задняя камера автоматически с парковочными линиями. Камеру надо настроить сзади. Просто я для примера поставил. Как только вы выключаете заднюю передачу, становится как обычный видеорегистратор. И снимает спереди. В любой момент, когда идет запись, вы можете посмотреть, что происходит у вас сзади. Запись идет сразу с обоих камер. И спереди и сзади. Экран очень чувствительный. Как планшет. Очень чувствительный. Например, Вот так можно. Чтобы показал, что идет запись. И показал время. И можно полностью выключить. И становится как обычное зеркало. Ссылку оставлю в описании под видео. В конце поставлю видеозапись с обоих камер сзади и спереди. И на этом все. Всем спасибо и удачи на дорогах. Друзья. Вот сейчас покажу, как работает система распознавания автомобиля. Настрой камера была наверх. Вот 15 метров. Четко все срабатывает. Четко все срабатывает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok